Птицы домашние Упали на ноги Симптомы начали проявляться Не внезапно А постепенно Какое-то дрожание в ногах появилось А потом птица стала часто садиться Но в какой-то момент самец Он вообще перестал вставать Мне приходилось его на руках Переносить Сюда на выгл Потому что если вы обратите внимание на голову Голова в таких вот Запекшихся В запекшихся Следах крови Ссадинах Слабая Ослабленная птица Она всегда, особенно это касается индюков Становится объектом Объектом насилия Это наверное в меньшей степени Касается кур Возможно водоплавающей птицы С водоплавающей птицей у меня таких ситуаций не было Но вот с индюками Эта птица вроде бы не конфликтная В обычных ситуациях Ну за исключением тех случаев Когда самцы начинают созревать И между собой выясняют отношения Но когда семья уже сформирована Такого как правило не происходит Но вот в ситуации Когда в стае появляется ослабленная особь Они конечно же все Индюки и индюшки Начинают вымещать на нем свое Своё вот я не знаю что Раздражение Недовольство жизни Недовольство чем-то Питанием Питанием С условиями содержания Хозяином Может быть хозяином Да Вот видите Такая вот обильная Росыпь кровоподтеков У него на голове Наблюдается Птицу эту я постарался Изолировать То есть Из-за того что В принципе нет Отдельных каких-то помещений Я ее просто Отгораживал Отгораживал ящиками От другой птицы Где-то в углу Ей создавал Такой вот небольшой Небольшой загонщик Но вот в те моменты Когда индюк Он все-таки Как-то на руках На крыльях На руках хотел сказать На крыльях Вылезал из своего загона Вот он получал В голову В общем Как у нас Как у нас развивалась ситуация В тот момент Птица у нас сидела На преми-корме Преми-корм Многие наверное знают Этого производителя Не могу сказать точно Связано ли это с тем Что был плохой корм Но Один из факторов Который способствует Как раз таки Вот этим ситуациям Появлению этих ситуаций Это как раз таки Бедный рацион И недостаток Витамина В Птица у нас Периодически менялся В рационе То был сначала Глазовский Потом был преми-корм И вот сейчас У них Богданович Вот в момент Когда они Когда они Закончили Когда у них Закончился преми-корм Я их переводил На глазовский Переводил на глазовский И случилась Вот эта вот ситуация В принципе У меня один раз Была негативная ситуация Уже как раз таки С глазовским Комбикормом Птица именно То же самое Упала на ноги Был падеж Не могу сказать Кто точно Из производителей Что-то напортачил В своих комбикормах В адрес преми-корма У меня тоже есть замечание Я уже говорил На одном из стримов Что этот производитель Уже в течение Почти наверное года Никак не может Вынести Достоверную информацию На свою этикетку То есть в паспорте О качестве и безопасности Продукта У них написано Что оно содержит Что этот комбикорм Содержит ПК-5 В частности Содержит лекарственные препараты А на этикетке Это никак не отражено То есть по этикетке Следует что Комбикорм Не содержит никаких Лекарственных препаратов В принципе Этикетка Это Документ Должна такую информацию Отражать Значит Имеет место Недостоверная информация Обман потребителя Вот И если Преми-корм Уже в течение Практически года Никак не может Исправить такую вот Ошибку Никак не может Проконтролировать Никак не может Проконтролировать это То возможно Они никак не контролируют Качество своего продукта В общем Либо это Спровоцировало Глазовки Либо это Спровоцировало Преми-корм Но как бы то ни было Птица упала на ноги Значит Что делать Что Что может Спровоцировать Да я уже сказал Либо это бедный комбикорм Либо это бедный рацион В котором ощущается Остро ощущается Недостаток витамина В И в частности Витамина В1 Что такое витамин В1? Это витамин, который... Тиамин, холин. Да, я не буду долго углубляться. Вот жена сейчас сказала, это такие вот метаморфозы, когда одна субстанция переходит в другую. В ацетилхолин. В общем, она отвечает за нейросвязи, то есть за передачу импульса от нервов к мышцам. И вот когда ощущается нехватка этого витамина В1, случается то, что случается. Кроме бедного рациона, что могло еще спровоцировать такую ситуацию. Ее могла спровоцировать инфекция. Птица у меня с рождения самого первого дня практически, как только я закончил с инкубацией, я замечал, что у птицы был тоже такой слабый помед, жидкий помед. То есть замена комбикорма ситуацию вроде бы решила. Вот в тот момент, когда птица упала на ноги, она тоже активно дристала. Значит, что я сделал? Ну, в принципе, такие, знаете, традиционные действия для индюковода. Многие из нас знают, что птица до трех месяцев, это такая, индюки до трех месяцев, это такие вот, ну, довольно-таки нежные существа. И вот, знаете, немножко такой диссонанс, то, что птица вроде бы крупная, и ты думаешь, что она уже вроде взрослая. До этого я все время содержал БШ, и они вот, имея такие размеры, уже считаются взрослыми особями. Но тут два с половиной месяца птички, и она еще вот только в самом начале своего взросления, но уже довольно-таки крупная. Поэтому, возможно, я где-то проморгал тот момент, что я выпускал птицу на землю, где, возможно, этого не следовало делать, возможно, земля была влажная где-то. Что я делал? Я пропаивал птицу, я брал просто самые обычные вещи, которые надо делать в этой ситуации. Я брал метранидазол и пинтовид. Тяжело идет. Тоже такая в раскорячку походка. Вот сел, все, устал. Даже я подхожу, все равно, вот еле встал. Вот все, не отсел. Тоже такая же история. Вот еще один. Видите, идет, переваливается. Оп, сел. Все, вот не встает, все. Вы в какую. Ну, естественно, слабая птица, это объект для нападок. Видите, вся шея в кровоподтеках. Вот, морда слегка побитая. Сейчас мы ему пару таблеток пинтовито дадим сразу в клюв. Пару таблеточки прям сразу в клюв ему сейчас засунем. Вот здесь вот давай. Давай, давай, давай. Давай. Вот. Слабенько еще стоит на ногах, но стоит, это уже супер. Это уже супер. Одному чирикает. Вот, помет у него уже отличный прям, очень мне нравится его помет. Такой прям плотный, хорошей консистенции и цвета правильного. Молодец. Идет на поправку. Вот тебе индивидуальное кормление, индивидуальное питание. Индивидуальный уход. Специально его отсадил от всех остальных. Видите, по голове, по успекшейся крови, следы дружеского участия его соплеменников, сородичей. Поэтому такую птицу, естественно, важно изолировать. Ну и, конечно же, его отгоняют от кормушки, так как он слабый, они забивают его. Где-то, где-то даже крыло ему пытались расклевать. Где-то. Вот тут вот видно синее. Это, видимо, синяк. А где-то у него. Вот здесь следы крови расклевывать пытались. Поэтому такую птицу, конечно, важно изолировать. Видите, он с трудом еще передвигается. Вот, и присел. Давай сюда вот так вот. Давай вот так. Оу! Сейчас иду. Трихопол. Действующее вещество метронидозол и пентавит. Это, ну, в принципе, первые, первые такие рабочие инструменты для индюковода. Ситуация такая у нас длилась где-то примерно около недели. Один самец, который упал, он где-то встал где-то дня через три. А этот у нас неделю, наверное, вообще не вставал. То есть мне приходилось его днем выносить, где-то сажать в какой-нибудь угол, отдельно ставить ему кормушку. Я уже сказал, в общем, такую ситуацию могла спровоцировать инфекция. Наблюдался жидкий помет у птицы. Поэтому ежедневно я ему давал таблетку метронидозола в клюв целую. Где-то вот такая вот таблетка 250 мг. Здесь действующее вещество рассчитано на 10 килограмм веса. Вот у него сейчас примерно 10 килограмм. В возрасте 14 недель это явный недобор. Ну и не мудрено, потому что птица мало двигалась. Естественно, питалась плохо, помет был жидкий. И давал ей где-то сначала одну таблетку метронидозола у пентавита, что однозначно мало. При том, что бролером, допустим, где-то 2-х килограммовым я давал одну в сутки, то тут где-то на 10 килограмм веса надо было давать как минимум 3. В общем, я давал по 2. Где-то сначала одну, потом по 2. Возможно, надо было сразу давать по 3. Птица, возможно, быстрее бы встала на ноги. Ну, еще я думаю, что метронидозол подействовал, потому что мы исключили, скорее всего, очаг, причину возникновения такой ситуации. Скорее всего, мы устранили инфекцию. Сейчас у птицы все нормально с пометом. Нормально с пометом. В принципе, он уходит уже сам, встал. Вот через неделю, как только он встал, для меня это было радостное событие. Не хотелось потерять такого индюка. Ну и двигается более-менее нормально уже. А сейчас они на что? Сейчас мы ему продолжаем давать, я ему продолжаю давать по 2 таблетки ежедневно пентавита. Содержится он на ПК-5 от Богдановича. Ну, в общем, пока вот так вот. Не знаю, нагонит он свои веса или нет. Ну, еще что хочу сказать. Обычно я птицы периодически пропаиваю шипучими и растворимыми комплексами. Но давал я обычно такую слабенькую-слабенькую дозу. Одну таблетку на 5 литров. Это ту же самую дозировку, которую я давал обычно птице, курам обычным. То есть для таких вот больших особей тут явно дозировка нужна больше. То есть периодически их все-таки следует пропаивать дозировками такими уже более серьезными. Ну и следить за тем, чтобы они, конечно, не подхватили какую-нибудь инфекцию. Вот сейчас вот можно видеть, да, что он двигается более-менее нормально. Конечно, не бодренько, да, но и нет дрожания в ногах, которое было у него наблюдалось раньше. Вот даже побежит, неужели побежит? Вот, даже бежит прихрабывая. Ну и еще вот-вот видите, да, что птица, вот она объект нападок, как не только на голове отражается, но они еще и там активно дерут у него перья. Вот хвост такой обгрызанный. Надеюсь, что он окажется кому-то полезным, потому что легче предупредить, чем потом исправлять. Ну и задавайте вопросы, комментируйте, не забывайте подписываться на канал Птица Домашняя, приходите в нашу одноименную группу ВК Птица Домашняя. На компьютере это можно сделать по ссылке, которая размещена в правом верхнем углу, либо просто забивайте в поисковике ВК Птица Домашняя. Большой индюк это наша группа. Всем пока!